Всем привет! Вы на канале BlaBlaFusing. Я худею со 122 килограмм. Похудела сейчас на 45 килограмм. Два месяца уже нахожусь на удержании. Я питалась и питаюсь и продолжаю питаться и собираюсь еще дальше это практиковать. Так называемое кетогенное питание. Очень оно мне нравится. Очень рада я полученным результатом похудения. Результатом по здоровью, которые произошли со мной за это время в результате кетогенного питания. И очень рада я тому психологическому изменению, которые происходят с нами, когда мы худеем, отчасти тоже связанным с кетогенным питанием. Все худеющие так или иначе сталкиваются с тем, что их психологическое восприятие самих себя происходит с задержкой. То есть человек может похудеть там на 10-20, в зависимости от начальной цифры, которая у него была. 10-20-15 килограмм. И все еще может быть похудеть даже так, как я уже сейчас на 40-45 и более килограмм. При этом все равно в психологическом своем восприятии все равно воспринимать себя толстым. И вот сейчас, когда я сама стала советского 48-го размера, я понимаю, что я стала тех, кто больше 90 килограммов и выше, воспринимать их всех как единые вот это просто вот все, как говорится, толстяки. И очень интересно в этом плане сейчас пересматривать свои же собственные фотографии, коллажи, которые были вот, ну скажем, год назад, год с лишним назад. И даже где-то еще вот до прошлого лета, то есть эти коллажи, где я делала коллаж, вот мой изначальный 120 килограммов и вот текущий на данный момент вес. Я же видела там, что да, я живу, похудела, видно, живу, вот не знаю, вот сейчас я, глядя на эти фотографии, мне смешно. И смешно даже в том плане, потому что я ничего, кроме как по одежде, которая там в этой фотографии надета, я понимаю, что это фотография до и после. И я не вижу, я совершенно не могу понять разницу, где это. Но ведь я же ее видела, я же видела, что я вот здесь вот была до, а вот здесь вот, вот это уже сейчас, после, посмотрите, я же вон, похудела на 18 килограмм, боже мой. А для нормальных людей, которые там, не знаю, 60-70, 75 килограмм, вот это, так сказать, люди обычные. А для них же ведь после 90-та же, ну, там все толстые, без разницы уже, какой там у тебя, если это у тебя 54-й или это 60-й, не дай бог, раз. Но когда ты на собственной, на своей собственной фотографии смотришь и понимаешь, что что-то изменилось, и изменилось это не на фотографиях, а изменилось в твоем, как говорится, мозгу, в твоем чувстве, восприятии. То есть на самом деле, на самом деле мы все-таки, где-то наше, не знаю, может быть, как это, наверное, подсознание, наверное, оно все равно, у него там есть абсолютно точный, абсолютно точный там какой-то измеритель, который точно знает, сколько чего в нас есть. Ну, я, например, могу сказать, вот до сих пор еще, до сих пор, несмотря на то, что я очень большой доли уже принимла свое вот нынешнее текущее состояние. Но в то же время совершенно смешно и как-то так ловишь себя, допустим, в транспорте ты садишься на сиденье, и я еще до сих пор псих, вот смотрю, вот я сажусь на сиденье, я смотрю на это сиденье и смотрю, а я туда влезу. А о том, что вот все равно происходит вот этот вот, то есть я по какой-то привычке подсознательной, все равно еще во многом я толстая. Многие какие-то привычки из той жизни, они все равно остаются, но очень, мне очень интересен сам вот этот процесс, как это происходит, вот эта перестройка восприятия, наверное, это самое интересное. И я очень хочу и надеюсь, что я никогда к этому не привыкну, потому что, потому что вот это вот, как только я приму себя полностью, то я начну ощущать себя, как будто бы я такая была всегда. Со мной уже было такое, когда много лет назад я худела, ну, на тот момент на приличное количество килограммов, и очень длительные несколько лет я была фактически в одном весе. Это было где-то 67,5 килограмм. И через несколько лет я все понимаю, я все знаю. Я знаю, что я ходила несколько лет в спортзал, я знаю, что было с моим питанием за это время, но все равно где-то вдруг там какой-то щелчок произошел, и я начала думать, что я такая всегда была. Вот какой-то, вот забываешь о том, что ты был там каким-то толстым, и это играет свою такую злую шутку в этом деле. И ты уже начинаешь, допустим, кушать, или что-то с тобой происходит в жизни, перемены образа жизни, там, не знаю, работы, еще что-то, и ты начинаешь полностью забрасываешь весь образ жизни, который привел тебя к этому весу, а все еще продолжаешь думать, что ты еще все тот же, только почему-то удивляешься, что на тебе одежда как-то вот не так, что-то вот как-то вот, что-то странное становится с привычной одеждой. И то, это даже вот это ты, даже уже факт уже, как говорится, на лицо, ты его куда-то там отодвигаешь, отодвигаешь. То есть, очень, наша психика вообще очень интересная штука, и я думаю, еще, думаю, нет, но столетия люди будут исследовать, что там с нами происходит на самом деле. Тем хороших отвесов, тем, кто на удержании, удерживать свой вес в приятном и комфортном для вас весе, состоянии и размере, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем привет, пока-пока!